не надо я начал снимать не надо? не надо не надо теперь мы это принимаем христос посреди нас если будет мир вам братья мир всем где он там? глупо мэм 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 лак мэм кэм мэм мэм какой у них тоже хороший, да? чё? Хороший воздух Паля, Паля Палюша, Палюша такая, уже большая такая Паля Палюша, 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 уже большая такая Паля, Палюша, уже давно, уже посмотри, что по мне стучаться Не могу достучаться, потому что ты за ним лазить все Не может выключить Паля, Палюша, Паля Сокровище враги и жизнеподателем, и исцелезанным, и очистеным от всяких скверных, и спаси блажную душу нашу. Господи, товаре Сына Твоего Иисуса Христа, молим Тебя. Драгослови наше занятие. Не дай уклониться ни направо, ни налево от пищевого понимания смысла, сохранения Ваш любви, согласия, динамики, пословия. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Бой. Во имя Отца и Сына и Святого Богослова, книга Откровений, Святого Иоанна Богослова, 9 глава, 12 стих. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя, толкования. То есть через бедствие пятого пакубного гласа, первое горе, идут еще два горя населенного, шестой и седьмой трубный глас. Либо нужно думать, что действительно будет смена одного горя другим, либо что более вероятно, это только смена видений явленных Иоанну. А реально это все просто описанное, это все просто описание великой скорби к кончину века. Какое толкование было? Все понятно? Вопросы есть? Идем дальше. Снига Откровений, 9 глава, 13 стих. Шестой ангел вострубил. И я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Толкование. Из всего явленного Иоанну в апокалипсисе мы видим ту огромную таинственную роль, которую играет ангел во всех событиях земной жизни. И только наша духовная слепоца не позволяет нам все это ясно видеть. Если бы мы сейчас могли прозреть, то увидели бы, что мир вокруг нас горит и полыхает огнем. Даже воздух в той комнате, где мы находимся, заполнен бесами, которые как пчелы роем нападают на человека и ищут, где бы проникнуть в него. Но увидели бы мы и воинство небесное, которое ведет брань с демонами, как и говорит русский писатель Достоевский, что дьявол с водом борется о поле битвы сердца людей. Так, за каждой нашей мыслью, словом, поступком, стоят ангелы. Идет борьба ангелов и за судьбу народов, как это особенно явлено было в Роке Данииле. Он видел, что участь еврейского, персидского, греческого народов определялась борьбой ангелов этих народов. Об этом читаем в книге Пророка Даниила, 10 главе. Священник Павел Флоренский говорил, что если бы мы ходили, простите, что если бы мы были духовно зрячие, то нам в храме не нужен был бы иконостас. Мы бы тогда видели, что на этом месте на самом деле предстоят ангелы и святые. Иконостас – это окно, открывающее нашим глазам то, что тут невидимо присутствует и происходит. Здесь борется образ вискозаветного золотого жертвенника курения, стоявшего во святилище. В этом читаем в книге Искот, 13 главе 1-го Павел Флоренского стиха. И в этой же книге Откровения, 8 главе 3-4 стиха. Он имел форму прямого параллелепипеда. Длина, ширина, локоть, высота 2 локтя. Вверху на четырех углах он имел рога. Весь он был обложен чистым золотом. Перед этим жертвенником были вознесены Богу ангелам молитвы святых. 8 глава 3-4 стиха. Они дошли до Бога. И теперь как бы в ответ на эти молитвы Иоанн слышит голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. Вопрос. Снига Откровений, 9 глава, 14. Говоривши шестому ангелу, имевшему трубур, освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке и в празднике. Надежда Благодарская, микрофон выключите, пожалуйста. Определенный толкование, определенный артифель говорит о том, что это определенные четыре ангела с особым назначением, а именно ангелы, связанные при Евразии. В целях освобождения умертвить третью часть людей. Этим они отличаются от четырех ангелов в главе 1 стихе, наоборот, сдерживающих вредные порывы четырех ветров. Эти и те ангелы, тут разные, имеют различные назначения. Ефрат – это колыбель человечества. От его потоков пили первые люди. Там некогда был Эдемский сад. Там начало человечества, начало культуры и цивилизации. Там же и начало людского нечестия. Там великий город язычества и нечестия – Вавилон. И вот здесь мы видим связанными четырех ангелов. Дре кесаревские, разумеет, под ними Михаила, Гавриила, Уриила и Рафаила, связанных весельем Божественного Созерцания и вместе с другими бесчисленными ангелами, разрешенных в день судны для осуждения нечестивых. Или же, что более вероятно, под этими ангелами надо разумеет, связанных до последнего времени прелукавых демонов. По изволению Божию, одни бесы были осуждены в бездну, другие – в свиней, иными переполнены в воздух. Послание Петянам 6.12. Так мы видим, что бесы связываются в определенных местах. Эти четыре ангела связаны при Ифрате. Здесь, в среде Ифрат, прежде всего, появится зловредная деятельность этих любительных ангелов. Здесь, среди народов Востока, пораженных мусульманским учением, будут воины и несчастья. А отсюда народы Востока и Севера двинутся на Израиль. Многочисленные воинства, учения и идеи ада, освободившись, уничтожат треть человечества. Возможно, что именно это и связаны с четырех ангелом в бездну при Ифрате. И объясняется то, что народы этих мест так и не приняли христианство, а являются оплотом мусульманства религии, не принявшей Христа своими спасениями. Масуны утверждают, что именно эти народы целиком примут их религию, которая есть не что иное, как религия антихнистра, связанная с четырех ангелов и Ифрате. И освобождение их здесь можно рассматривать, как указание на Вавилон, великую блюдницу последнего времени, глава 17-18. Там, в этом, в средоточии нечестия и блуда, при кончении века демоны получат полную свободу действия. Ифрат был веком за эти границы земли и израильской, и, так сказать, границы благочестия и истинной религии. Ифрати 15-18, это законы 1-7. И там за Ифратом была полная свобода для деятельности этих демонов. Так, в кончину века вне страны благочестия, христианской церкви и нечестивых, особенно в среде народов, отпавших от христианской веры, и от ее спасительной силы злые духи снова проявят свою полную власть. В народах и в сердцах отвергших креста найдут места демоны. Здесь в большей мере можно разуметь неферманские народы, проживающие в тех местах. Вопросы? Вот у меня вопрос. Вер, это благо или нет? Ну, первый, как бы, и сам же отвечу. Здесь первая мысль, ну, конечно, смерть, это что-то зловещее, это что-то дьявольское. Однако Бог повелевает ангелам своим предчеловечеству умертвить. Так что Бог злодей? Он им поток. Весь мир, он сказал, что Бог его такой, так что Бог злодей? Смерть это не всегда зло. Когда смерть благо, встали, думаю, сколько людей воздохнули. Когда этот злодей, сколько людей, злодей, в благе победил. Детель, говорят, по концу жизни с ангеломитетом, сколько людей воздохнули. Смерть это благо, когда нечестивые люди умирают. Знаете, что по этому поводу? Я ищу стихотворение, в тюрьме написанное. Микрофон включить. А где оно? А вот он. Я сейчас как раз ищу стихотворение, которое я написал в тюрьме. И называется «Смерть есть благо». Пока отложите, я сейчас только начинаю искать. В книгах. Это слова Иоанна Златоуста. Так, ну пока продолжим, да? Откровение 9.15. Приосвобождены были четыре ангела, приготовленные на час, день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Толкование. В предвечном плане Божьем от века определено это страшное время, когда силы ада будут выпущены на волю. Точно определен год, месяц и день и час этого события. Тысячелетиями долго терпит Бог восставшее человечество, но преисполнится чаша его гнева и опрокинется на землю. Горе, горе, горе живущих тогда на земле. По действию выпущенных злых духов начнутся страшные бедствия, которые унесут в могилу треть человечества. Это будет при антикете. Мы видим, что всюду поражается одна треть. Так поражены были третья часть деревьев. Восьмая глава седьмой стихи. Море. Восьмая глава восьмой девятый стихи. Рек. В десятый стих. Небесных свечил. В двенадцатый стих. Здесь же указано, что погибнет третья часть людей. Возможно, это соответствует отпадению от Бога третьей части ангелов. Смерть будет настигать не только нечестивых людей, но и всех вообще. Множество истинных христиан прольют рост в исповедании своей веры, окажутся жертвами антикристовых бедствий. Нелегко себе представить, как умерщвен будет каждый третий. Но вот в малом сатана репетит уже провел в течение неполных четырех лет в небольшом государстве Кампучия с населением восемь миллионов. Собственным правительством уничтожено три миллиона своего же народа. Не дыхание ли это преисподней? Связаны еще четыре евразских ангела, но уже расправляют крылья. Нашли, Игнатика? Не могу открыть никак. Он потому что... Микрофон. Микрофон включите. У меня в пейджмейкере книги где-то, и я не могу сейчас взять. Я все равно постараюсь сейчас открыть. Пока про меня забудь. Откровение 9.16 Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его толкования. Сразу по освобождении четырех ангелов Иоанн видит великое многочисленное конное воинство. Снимает десять тысяч, так что Иоанн видит двести миллионов стадников. Интересно, что это число воинов ада соответствует числу ангелов, предстоящих престолу Божию и виденных пророком Даниила. 7 глава, 10 стих, и Иоанн, 5 глава, 11. Вряд ли во всех этих случаях следует разуметь конкретное число. Скорее, это указание на несметность и многочисленность этих воинов. Вопрос. Откровение 9 глава, 17-18. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненцы. Диацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов. И изо рта их выходил огонь, дым и серо. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Толкование. Таковым предстает это воинство последнего времени, имеющее и следить треть человечества. Под конями Андрей Кисарийский понимает Жена неистовых и скотоподобных людей, вообще находящихся во власти демонов. На них всадники, управляющие конями, злыми людьми. На всадниках были брони трех цветов. Огненные, гиацинтовые, голубые, синие, соответствующие дыму, не серные, то есть желтые. Зловещая ярость этих трех цветов Была отблеском того адского пламени, которое было смешением огня, Горящей из серы и дыма, вылетавших изо рта, у львоподобных голов. Головы у коней, как головы у львов. Этим указывается на их убийственную силу и хищность. Некогда в древности произошла подобная катастрофа, когда Тата пролил Господь на Содогу, Гамору, дождем серый и огонь с неба и не спроверть города сию всю отрестность ее и всех жителей городов их и все произрастания земли. Я с 19-го года, 24-25. Так, кончину века по нашествии этих страшных сколчек в огне дыме и сере потонет мир. Еще недавние толкователи не могли себе представить таких воинов. Теперь же век атомного и термоядерного оружия этому вполне представима. С другой стороны, валящие изо рта этих неистовых коней огонь, дым и серо это грехи, ядовитостью своих внушений и соблазнов, пожигающие и отравляющие сердца людей. Так что третья часть их погиб. Это стихотворение. Слышно? Вы в чат, может, у вас книги можете и прочитайте по тексту. Я сейчас прочитаю его. Все, я его вывел в ворд. Смерть – благо для человека. Святой Иоанн Златоуст. Бессмертен только дух подобия Творца. Ничем и никогда насытиться не в силах. Ученость, власть, все ссор, томление, суета. Во всем, везде, всегда провидится могила. Сосед буянил, бил свою жену и мебель. И клином вепре резал тараня эту жизнь. Веревкой у себя по шее вдруг отметил. Как хорошо, что смерть косой своей визжит. Там маразматик всех и все давно подмял. Страну окопами проволокой опутал. Что можно рвать? Урвал, припрятал, как хомяк. В несытости глотал рыбешку, как акула. Но есть конец и на него процесс. Умолк хвалебный гимн и надписи на рельсах. В смертельном шоке клан с лица стирает спесь. Движение косы и сдуло эту плесень. Как хорошо, что есть еще на свете смерть. Злодей злодействует, злодейски бесстрашно. Но снова жезла взмах и камерная дверь. Прервет кабаний бег. Здесь смерть его уважит. Преступник каждый день свой опыт умудряет Украсть, убить, насиловать и всюду умно лгать. Все ближе место свалки для мусора и дряни. Для всех не человек, а так ползущий гад. За взяткой взятку брал скуластый прокурор. Невинных обрекал к мучительным мытарствам. Но снова смерть и жест. И выстрелом в упор лишился жизни сей и будущего царства. Как хорошо, что смерть никак не обойти. Без карточки визитной стучится вдруг инфаркт. Преступный синдикат ждет главного. В пути тромбоз вонзает меч, а труп еще не стар. Вот мученик повис на дыбе, над огнем. Насаженный на кол, напротив страждет брат. Как сладко, что есть смерть, надолго мы уснем. Нашедший словно клад, я буду смерти рад. Тот в пролежнях уже, он сорок лет подряд страдает неробща. Алмазный дух его, давно он без родни. О, как он смерти рад! Он смерти ждет к Христу, тогда взойдет легко. Святые те всегда смерти пели гимны. Придет и разрешит от тела и томление. О, только бы Христос принял и не покинул, и бодрственным нашел не в неге и без лени. Как ждали все ее пустынники, вздыхая, последний вздох. И все, преград для духа нет. Богатство, славу, честь все заменили раем, познав неизрещенный иной фаворский свет. Мы каждый день в постель ложимся и считаем, неужто это Тодор могила для меня? Быть может, поутру мы никогда не встанем и нижнее белье не сможем поменять. А в чем застанет смерть посланница от Бога? В чем душу исхитить случится? О, тогда по этим вот часам судить нас будут строго. Невыразимый ужас, и бедам всем беда. Однажды я рожден и знаю, не бессмертен, как колосок на поле похитит смерть меня. Прости меня, Отец, открой мне двери рая, спасти от вечных мук от адского огня. Я верю, что Христос простил мои ошибки, и все, где я грешил, умышленно и тяжко. Омой в своей крови, услышь мои молитвы, пусть землю до суда, прощеным тело ляжет. 4 апреля 1986 года, тюрьма, 132-я камера. Все. Книга Откровений, 9 глава, 19 стих. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. 4 апреля 1986 года, 192-я камера. Так мы видим до кончины века разрушительную деятельность сатаны, древнего змия. Как и в предыдущем явлении таранчи, 9-10, видим вредящие хвосты. Там были хвосты, как у скорпионов, здесь, как у змей. И там, и там видим, что хвосты эти не станут смерть, а только вредят. Но это вред, предваряющий убиение. Сначала человек делается жертвой этих демонических хвостов, ужаливается через грех древним змеям, а там уже идут и конные полчища с мертоносным огнем, дымой и серой. Казнь шестой трубы в ярких красках рисует нам картину воин последнего времени, о чем Христос говорил. «Услышите о воинах и о военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Евангелие от Москвея, 24 глава, 6-7 стих. «Игнарий Тихонович, вы сегодня заикнулись о молодом человеке, который защищал фашистских солдат, и на него в интернете такие вот нападки. Я вот тоже сейчас читаю, что перед тем, как этот фашистский мальчишка, 19-летний, пошел на войну, ему же мозги прочистили сначала, что это священная война. И у нас сейчас также Великая Отечественная война. Люди совершали подвиг. А если он не истинный христианин, ну, не убей бы, он сказал, никуда не пошел. Ну, расстреляли бы свои же, и все, и мучили в раю. А так, мало того, что поддался вот этим хвостам дьявольским, сначала же грех, грех, что такое грех, грех, это не по слову Божию, Бог сказал, ну, убей. А он не посохался, прошел на войну, ну, и вот они, полчища, иконь, и серый дым, и ядерные там, взрывы, реки крови. Правильно рассуждать, знаете, телека? Правильно, у меня знакомая, близкая была. И она говорит, у нее брат не пошел, сказал, что я не должен убивать. Его вывели, говорит, тут же, и сразу расстреляли. Он не мучился, не отмораживал ноги, руки, все равно убили. Других-то, которые пошли, ни один не вернулся. Но это в житиях святых неоднократно об этом говорится. Святой Иерон, Андрей Стратилат, то есть таких, ни один его, Роман Угличский, он открыл ворота, когда Чингисхан шел, и все, все остались живы. Вот если бы открыли ворота Иерусалима-то, и царь остался живой, и царевич, а так всех зарезали, все погибли. А пророк Иеремия говорил, открой ворота, открой, Египет не помощь тебе. А мне говорят сейчас, а вот как же Гитлер пришел? Но если бы мы по Евангелию жили, он бы не родился, ты начни раньше говорить. Он родился для вразумления нас. Из Сталина не было бы. Надо рассуждать там немного раньше, смотреть. Внезапно появляется какая-то чума, шторм прошел, наводнение, землетрясение. Разве это безволи Божии? А вот когда готовился окружить уже Иерусалим, в это время появился какой-то человек именем Иисус. Он ходил и кричал по городу, горе, горе вам! Горе, горе вам! А последний день говорит, и мне горе! И крышка захлопнулась. А христиане были предупреждены Иисусом, и они в город Метилове там ушли. Практически христиан в осажденном Иерусалиме не было. Так историки говорят. Если бы знали-то, это по-другому было бы. Совершенно по-другому. А начинает исходить из того, что мы грешили, а он пришел. Это все от Бога, чтобы нас на место поставить, вразумить. Что тут непонятно-то? Я вот говорю о смерти, сейчас показал. Смерть хорошо, что умирает и праведник, и умирает грешник. Зато он сделает градацию. Самая легкая смерть – утонуть. Поперхнулся, ни боли, ничего нету. Потоп был. Это милость Божья, говорит, самая легкая смерть. А самое тяжелое – это от голода. Вот это испытали в Ленинграде. Около миллиона зарыли. Цифру-то скрыли, а теперь уже показывает. 900 с чем-то миллионов тысяч. А может и больше. Юноши-то, которые считали здесь, и которые немцы там, это как организация, позаботились о захороненных там, в плену, которые были, одинаково положительно отзываются. А как в Советске, в Афганистане были, сколько погибло. Но над трупами-то никто не издевался. Показано, где. А которые в финскую войну погибли там. Финны похоронили, и везде стоят памятники. И во Франции точно так же, за могилами ухаживают при том. Да хотя бы были враги. Все кончилось. А то примирение. Примирение – это все белые, красные, коммунисты, верующие. Все примиряется. Все закончилось. Давайте заботиться о душе, о будущей, о вечности. А так насаждают вражду друг к другу. Вот и все. Мы, например, четко говорим. В нашем кристином православии говорится, что не воевать. Откровение 9.20. Прочие же люди, которые не умерли от этих вяз, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут, не видеть, не слышать, не ходить. Толкование. Далее говорится об оставшихся в живых после этих бед. Кажется, что после стольких вразумеваний и наказаний должны люди обратиться к Богу. Но не так на самом деле. Таково будет отступление от Бога, столь велики злоба и ожесточение людей, а также власть над ними освобожденных демонов, что люди к Богу не обратятся. Время покаяния истекло. Тогда действительно исполнятся горькие слова. Прошла жатва, кончились лето, а мы не спасены. книга про поверение «Смаглова-блокады». Каковы же будут дела рук своих этих обездувающих злобных людей? Об этих идолах говорит истолно-певец. Их идолы серебро и золото. Дела рук человечества. Есть у них устану не говорят. Есть у них глаза но не видят. Есть у них уши но не слышат. есть у них ноздри но не обоняют. Есть у них руки но не осесают. Есть у них ноги но не ходят. Они не издают голоса гортами царею. Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них. истинно-певцы 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 бога. Но поклонение воздаваемое идолам восходило без демона сказал апостол Павел что язычники приносят жертвы приносят бесам а не богу 1 Потому идолопоклонство было отнюдь не столь безобидным грехом. В послании семи малоазейским церквам мы видели различные формы идолопоклонства. Как они распространены теперь? До самого конца люди будут изобретать все новых и новых идолов и служить им вместо Бога, пока не поклонятся самой иконе антихристов. Здесь уместно вспомнить ересь иконоборчества. Она вспыхнула в 8-9 веках и была соборно осуждена своими отцами церкви. С тех пор в первое воскресенье Великого Поста церковь празднует этот администовского славя. Но вот в сектантстве с новой силой вступила эта ересь. При этом сектанты основываются на таких местах сектания, которые мы только что привели. Соломский 13-й, 13-й по 16-й стихе и книга «Откровение» 9-го главного проекта. Мы не будем здесь излагать православное учение об иконопочитания. и укажем только на несостоятельность возражений против их прямопочитания на основании этих мест из Апокали. Следуя с сектантами об иконах, видишь, что в этом они совершенно разучились отличать священное от несвященного. Иконы, освященные изображения, они называют идолами и применяют к ним выше приведенные места об идолах и сдающих их. Дело в том, что пророки Иоанн здесь вообще не говорят об иконах, что здесь идол и что есть идол, и что есть икона. Идол – это обожественные людьми предметы. Этому предмету поклоняются как богу. Кому поклонению научил людей не бог, а демон, потому что апостол. Потому апостол говорит, что идолопоклонство есть поклонение бесам. Икона, богатеские изображения, не есть. А потому она не идол. Иконы – это видимые изображения священных лиц и событий. Это богоявления, а также и образы ангелов, какими они являлись людям. И образы святых угодников Божиих. Честь, воздаваемая Богу, ангелам и святым, непременно сопровождается и чествованием всего с ним. Потому и чествуют икону. Так же образ иконы за божество не почитаются, а являются только проводником божественной благодати. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в городстве своем. Далее показывается глубокое нравственное падение людей последнего времени. Напрасна и куста мечта о нравственном прогрессе человечества. Что хуже всего, люди теряют способность к раскаяниям своих века. Крест становится для них чем-то неотъемлемым. И они его не хотят и не могут отсечь. И не раскаялись они в убийствах своих. Треть человечества будет убита, но не раскаются люди. Секают вопрос, неужели это может быть? Но не полна ли история примеров нераскаянности массовых убийств? Провершив массовые преступления истребив народ, не каются. Не каются ни в чародействах своих, то есть в религиозных волхвованиях, которых и ныне весьма много. Заговоры, зашелствования, отпевания живых, колдовство, магия. Непосредственный культ сатане от Юсифириан. Употребленное здесь слово «чародейство», искусство смешения ядов и лекарств, означает и причинение вреда ближнему через наговоры и независие вещества. Далее. Ни в будодеянии своем. Неоднократно говорит апокалипсис об этом веке. Плуд, прелюбодейство, разводы, аборты, предупреждение зачатия, скотоложество, милеложество, гомосексуализм. Затопили мир. Мы в воровстве своем. Кажется, что этот грех есть грех нищих, кредеев, нескоростных, да невоспитанных. Но и эта язва не оставляет нас. Вроде бы ликвидирована нищета. Все уравнены, и получают воспитание, обработание. Почему везде замки? Почему часто и на пять минут нельзя оставить лежательную даже маловажную вещь? Почему и ныне, что слово упало, то пропало? Почему с любой работой все тащат, что могут? Уже и не говорят, где купил, а где достал. Проворовались, но не раскаялись в воровстве своем. Вопросы? Да, удивительно, вот здесь такая русская поговорка. Беда до порога, но и до Бога. А здесь мы видим, третья часть любезных члена, и оставшиеся в живых, к Богу не прибегают. В чем это, понимаете? Возникают, в злах стоят. Как продолжали воровать, 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 убивают, убивают. Можно вопрос? Да. Ну, здесь нас много, я хотел бы всем задать вопрос. У вас священники в цирре, когда вы приходите, говорят о гражданских браках, что это блуд. Вообще говорят, нет. У нас же вся страна сейчас просто в этом утонула. Кто-то может сказать, говорят у вас об этом или нет. Молодежь призывает. Я сегодня, знаете, задавал такой вопрос. Настепенеч говорит, говорят. В интернете я задал вопрос. В интернете говорят, там, Смирнов уже там, наверное, священники. А в глубинке-то, конечно, я сомневаюсь. Мы никогда об этом не слышали, чтобы говорили священники. Какая-то молодежь все равно ходит в церкви, и они об этом не слышат. Считается это нормальным же в миру стало. Да, стало. Раньше, конечно, это было вообще ужасным делом. А теперь это уже норма. Не может быть увеличен. Все молчат. Значит... Приветствую всех. Приветствую всех. А скажите, какие... Это Сергей Минск из Белоруссии. Слава Богу, успел. Скажите, а какие вот меры можно принять по поводу вот этих гражданского... Вот этого блуда, вот этого гражданского брака. Как можно вот бороться с этим? Говорить это одно. А меры какие-то принимать? Есть ли какая-то методика именно для того, чтобы остановить это у церкви? Благодарю. Ну, говорить должны, конечно, обязательно об этом. Спробуйте. Священники, пастыри наши. Да методика есть. Спрашивается, зачем? Иоанн Затаус говорит, иудеи требуют чудес, как Павел сказал. А я не требую. Мне они не нужны. Я верю без чудес. Они не нужны. Тем более такие. Все. Еще вопросы? Слава Господу. Спасибо большое. Слава Христу. А какой журнал? Подскажите еще раз, Игорь Тихонович. Уже закрылся. Я сказал, записываю. Это не журнал. Комсомольская правда. У Сергея Козлюка спросите. Я же говорил, вы меня тут закрываете, я не могу поднять тогда. 19 марта 2002 года. Комсомольская правда. Вот это вот. Страница 18 и 19. 18 и 19, да. Угу. Так, дальше. Ну. Евгения, Украина. Давай, Евгения, давай. Скажите, пожалуйста, будет ли перед великой скорби на земле восхищение христиан? Не будет. Не будет. Это сектантская суемудрия. Господь говорит, плевел и пшеница до жатвы, кончина века есть жатва. Все. Хорошо. А как же тогда понимать такое? Сейчас зачитаю. Откровение 4.1. «После сего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший сам, сказал, зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Откровение 11.12 «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, зайдите сюда, и они взошли на небо на облаке, и смотрели на них, враги их». Ну и какое восхищение? Тут нет восхищения. Там говорится океан, а здесь киноху или и на облака взошли. А в восхищении церкви нет ни одного слова. Наоборот. Оставьте расти дождь жатвы. Жатва кончина века. Жатва. Никакого тысячелетнего царства нет. Это время евангельской проповеди. Это царство началось и на Голгофе. И закончится за три с половиной года до пришествия Христа. Время антихриста. Вот и все. А иначе будет уже за церковь пришел Христов второе пришествие, а придет судить мир третье. Такого нету. 9.28. Послание к евреям говорит. И во второй раз явится Христос. Для чего? Для ожидающих его воспасения. Для ожидающих. Ни для неверующих. Ни для прощения грехов. Все места Библии говорят, ни о каком восхищении нет. Оно будет только в последние мгновения жизни. Одновременно воскресают. Разделяются одни и остаются. Другой восходит. Христос спускается на небо. Страшный суд. Огненная река. По Даниилу. Это все мгновенно в последний день. Всеобщее воскресение. А мы, говорит, преобразимся, которые останутся до пришествия Христа. Значит, люди, которые в это верят, обманывают? Обманутые сектанты, еретики. Они еретики. Они обманывают. Это я знаю откуда идет. От Бакмелдера. Из адвенциста седьмого дня. Это они запустили эту утку. А баптисты другие слезнули с их тарелки в эту блевотину. А вы не смотрели фильм три серии «Оставленный» называться или «Покинутый» еще? Другой вариант перевода. Вот там об этом... Да таких фильмов много. Это адвентисты ставят. Один ответ – этого нет. Нам зачем эти фильмы? Нам Писание нужно. Господь явится на небе. Явится. И тогда мы будем восхищены встретения Ему. Куда дальше? 24 глава Евангелия от Матфея. 21 Евангелия от Луки. Больше ничего нет. Но ради избранных дни те сократятся. Если ради избранных, да они, значит, на земле, что еще непонятно-то? Второе Пасание перед Сталникистом, 2 глава 4 стих. Определенно и четко говорит. Ради избранных, значит, они на земле. Понимаете, что когда говорят нам не страдать, восхищены будут, они убили сразу всякую надежду спастись, когда он придет. Вот кто-то в Сибири сейчас бы проповедовал. Не надо окна заклеивать, угля дров не надо. Мы в тепле будем. И вдруг зима, 40 градусов, и все замерзли. Не готовились. А мы должны готовиться все время к этому. Еще что? Можно ли в молитве просить у Господа не застать эти тяжелые времена? Ну, в конце добавляю, что на всю волю Твоя. Ну, а что хотели бы, если тяжело? Чтобы Господь забрал из жизни, чтобы умереть? Да. Чтобы не застать эти тяжелые времена. Ну, были некоторые молились, но Бог знает это. Нет, это промахнуть все можно. Определенного указания на это нет. Нету. Ну, а были? Да, были святые, которые молились. Молились. Они сидят, давно уже мучаются, мучаются в тюрьме. Но у них знакомый был там Фелит. Они как-то передали ему, говорит, ты бываешь, он тайный христианин был. Когда ты будешь с князем-то, ну там егемон называлось, ты ему скажи, скажи, сколько они сидят христиане-то? Да уже пять лет. Ну, чего из них взять-то? Они уже полуживые. Ты казни их, чтобы он казнил нас. Он сидели там где-то, обедали, он и говорит, а что ты их держишь-то? А как будто он из их команды. Да ты казни их. И он их казнил. То есть они просили. Они из них могли. И Бог дал так, как они просили. Но это и безвыходное положение было. Это не библейское, это житие святых. За основу это брать нельзя. Еще вопрос, Игнатий Тихонович. Антихрист будет у власти три с половиной года или семь лет? Потому что другие говорят, что три с половиной года до воцарения и три с половиной после. Правильно говорят, семь лет. Но только это будет еще, когда здесь все как надо, идет тихо, мирно, мирным путем. Вот они сейчас постепенно, все суды, печати, СМИ в их руках. Все абсолютно. Все кассы, все банки, все в их руках. А тут будет он прямо уже воцариться. Это надо смотреть в Израиле, события будут. Народы двинутся там против Израиля. И там Армагеддон будет. Это нельзя никак избежать. А давайте говорить о мире. А это ничего не даст. Скажете, мир и безопасность. Все. И внезапно придет пагуба, как постигает родами женщину, имеющую во чреве. Это не избежать. Это уже режиссура, образно сказать, написана, и теперь идет проекция на землю. Вот что должно быть? Избежать этого никак нельзя. Но а можно, чтобы мирно закончилось? Нельзя. Уже проекция есть. И ноха или я взяты на небо. И они сойдут. И будут убиты. И будут лежать три с половиной дня. И властители, кого они наказывают, будут посылать подарки. Вот так все и будет. А потом взойдут они на облако. Это не царство небесное. Тут о пришествии слова нету. Они будут изъяты и будут смотреть на них. Ну и дальше все. Дальше как попер. Что вы засчитали, вот так и будет. Еще. Игнатий Тихонович. Игнатий Сергеевич. У Глидара Донецкой области. Так, поближе к микрофону. Плохо слышно. Да. У меня вопрос такого порядка. Я не знаю, видно меня или нет. Потому что телефон Windows Phone что-то барахлит у меня. Вот один священник узнал, что мой младший сын. Он инвалид первой группы. И он сказал, что я не знал, что я не знал, что я не знал. Слабое зрение имеет. В школе не учится, естественно. Молится перед причастием, включая видеозапись. Ну, например, Кипичорской православной лавры. Где эти молитвы читаются в аудио. Вот. И он сказал, что это не должно быть. Такая подготовка к причастию не должна быть с его стороны. И что должен я лично, как отец, ну или мать, вычитывать все эти молитвы вслух для того, чтобы он слышал. Ну и сказал, что если это не будет сделано, то даже на тебя пятими могу наложить. Вот. Вот в свете суждений сыных отцов в учениях. Как на это отреагировать? Правильно отреагировать. Нет. Священник прав. Он правильно сказал. И все на этом. Он вас любит, священник. Хороший священник. Если бы просто прослушать проповедь, то можно. Молитва должна не так. Да и вам лишний раз прочитать не помешает. Он же не каждый день причащается. Священник прав. Полностью прав. Понятно. Понятно. Благодарю. Аллилуйя. Он прав полностью. Полностью. Никаких опровержений. Просто похвалите его. Поблагодарите. Батюшка. Ты меня из лени вывел, скажи. Я думал, вот так мне считать. Это как буддистское. У них молитвы считать. Они меленку ставят. Вода на нее падает. А там молитва заложена внутри. Она переворачивается. Переворачивается сколько раз? Столько раз ее прочитали мантру. А потом он идет на палке, а у него там такой как туесок есть. И там эти молитвы написаны. Он все время пальцем проворачивает, а губами не шепчет. Вот так Иисусова молитва. Перебирают щетки, разговаривают и руками трет ее. Каждая бабышка, каждая. Вот. Это молитва. И ты ее произнеси и перебери тогда. А вот я гляжусь, сидят там, разговаривают некоторые. Для чего она у них в руках? Это как у мусульман. Я не хочу называть у кого. Большие начальники. Еще что? Это второй вопрос. Я слушаю видеоролики и в том числе слушаю и молитвы, совместные молитвы. Да. Такой вот тоже ли, когда ты слушаешь видеоролик с проповедью или же слушаешь и одновременно молишься с молящимися по видеоролику? Да. Это молитва. Это молитва. Это хорошо. Это хорошо. Ты занял время и многому научился. И молитвы размощали слышно. У тебя память развивается. И никогда не ждите, что у тебя стерильные условия будут. Тебя взяли, а ты там разговаривает, там разговаривает. Я не могу сосредоточиться. А как в общежитии живут? И там уроки учат и прочее. Вот что сказали, так и делаете. У меня действительно днем, когда у меня возможность такая есть, включаю видеозапись совместных молитв. Так, я ответил. Сергей Егорович, больше не надо. Что еще? Все. Спаси Христос. Аллилуйя. У кого вопросы-то остались? У меня. Да. Да, можно? Давай, Рева. Дайте, Тихонович, по велению из Евангелия Матфея молиться, чтобы бедство не случилось зимой или в субботу. К нам уже не относятся? О чем молятся? Чтобы бедство не случилось зимой или в субботу. Ааа. Когда апостолам говорил Христос. Ну, конечно. Ну, суббота это означает, чтобы мы не были в бездействии, в лени не застал нас. Я как раз стихотворение считал. Не застал нас. И зимой, чтобы мы не были бесплодными, как зимой. Смысл-то не о зиме, не о субботе. То есть, в прямом смысле это уже не актуально? В прямом смысле это. Ну, зимой куда ты побежишь-то? Об этом и говорится. Но надо понимать и в духовном. И поэтому нападение, окружение было. Штурм Иерусалима начался не в субботу и не зимой. Да, я вот к этому говорю, что это было как бы тогда в прошлом. И это случилось, что они молились, потому что они тогда соблюдали это. Вот. И долгое время мы молились постоянно этими стихами. Когда колокование прочитали, то вот, да, там говорилось, что это о прошлом. Поэтому я и спрашиваю. Это на каждый день. Поминай об этом. Ты не знаешь, когда случится эта беда. Когда начнут соседские пушки лупить по нам. Чтобы мы не были бесплодными. Если из домов начнут вытряхивать, домы разрушат, куда ты пойдешь? Это и буквально понимается. Одинаково. Возьмите Донбасс. Вчера изба была, сегодня нету. Куда идти теперь? Бежать. Куда бежать? Они приходят там казняты. Еще в самом начале. Когда начали вот это независимая республика. Я сразу говорил. Этого нельзя делать. Нельзя делать. Выступил Александр Лукашенко. И мы тоже. Что разве за то, чтобы от нас области какие-то отнимали? Я не политик. Я христианин. Но я знаю, что этого делать нельзя. В Америке один штат решил отделиться. Там все, говорит, с грязью смешали. Никто никогда не разрешит. Только на то, чтобы прилагать. Я просто говорю. Я к чему не призываю. Повторяю. Так. Игорь Ильич. Игорь Ильич. Это Романович. Я вижу. Вот. Слышал Данил Сысоев. Говорил. А вот если, допустим, какая-то республика хочет отсоединиться, то ей не надо мешать. Ну, понятно, что этого никто не разрешит. Правильно вы говорите. Никогда. Мне эта мысль понравилась. Если какой-то народ хочет отсоединиться от государства, то он имеет право. В принципе, это право и есть. Но ему, конечно, никто не даст этого права. Роман, все понятно. Не повторяйте одни и те же слова. Все так. Но никто этого не позволял и никогда, нигде, наоборот, присоединить к себе. Никогда и нигде. Ни России и никто не разрешали этого. Нигде. Просто назвать нельзя ни одно государство. Это рассуждение за столом. И зачем отделяться-то? Куда отделяться-то? К худшему. Тут уже опьерлись, живут свои дома. А они отделяться будут. Другое руководство. Даже подумать не надо. Латвия, Литва, Эстония взяли и сразу все выбрали оттуда. Расстреляли, убрали, сослали. И все. Республика наша. А вот когда они пожелали, пришло время, они легко отошли. Наступил момент, почему здесь правители решили. Тут не надо шаблонно мыслить-то. Вот он сказал, Даниил, ну еще слова эти повесили в воздухе. Сказать, а когда это где было? И он не скажет, нигде никогда этого не было. Никогда. Это все праздные слова. Хотя для меня он священномущенник святой. Больше ничего нету? Расстаемся. Можно мне маленький вопросик? Давай. Только быстро, не повторяйся, чтобы успеть ответить. Скажите, как вы относитесь к такому ведущему на радиостанции Свобода, Яков Кротов, который проводит передачу с религиозной точки зрения. Положительно, отрицательно. Стоит ли, порекомендовали бы вы его слушать или нет? А вы зарядите в гугл Яков Кротов и рядом Игнатий Лапкин. И вы увидите, что он обо мне говорит. Самые возвышенные слова там какие он находит. Я с ним не встречался, не знаю. Для меня он прекрасный батюшка, но его считают модернистом, то другое. Мне судить нельзя. Я его близко не знаю. Для меня он хороший. А кто меня слышит, скажет, ну, вам хорошие все эти обновленцы и другие. Я говорю, я сужу поверхностно о нем. Я бы его не знал, если бы... Но он меня пригласил к себе, он ведет там студию какую. Давайте, как, что? Я говорю, давайте по скайпу. Ну, говорит, мы так не можем. Ну, я неужели в Москву поеду? Он меня приглашал. Я не понял, то ли сотрудничать, то ли выступить. Но приглашал. Благодарю. Это определенно. Ну, зарядите в Google. Яков Кротов, Игнатий Лапкин. И сразу статья выйдет наша. Моя статья. Хорошо, посмотрю обязательно. Благодарю. Слава Иисусу. Ну, мои хорошие. Все. Подобралась какая команда, я гляжу. С Богом, друзья. С Богом, спаси Христос. Спаси, Христос, вас. Спаси, Христос. Да, с Богом. Сохранителя. Аллилуйя. Сон, уменьши, Христос, был unleash. Отлучение от причасти. До времени покаяния. Заблуд. Но я услышал еще, значит, считалось, что я сейчас не говорю о гражданских браках, я говорю о браках невенчанных. Да, да, да. Таких еще тоже много лучше. И вот не нужно путать гражданский брак и брак невенчанных. Если брак зарегистрированный, но невенчанный, допустим, он неверующий. И часто священники накладывали эффективность. Вот этого делать не нужно. Это считается законным браком, и церковь его называет браком. Апостол Павел говорит, если неверующая сторона желает жить верующим, то ты не имеешь права с ним разводиться. А раз не имеешь права с ним разводиться, то это брак. Он не брак. Терпи, молись, мол, уверуй, повенчаетесь, Бог даст. Ну, а Бог всегда учит. О чем знаешь, жена не сплотешься ниже. Если вы не верующие. Вот. Другое дело, когда молодые... Одним год вступили, нет ответственности. Другим попробовали, неплохо. В третьем мать, конечно, нечего. Церковь всегда говорила, что брак это один и на сути. А почему не говорят, забыл, скажи, перестанут ходить. Точнее отлучать. Перестанут ходить, перестанут ходить, и по пазу, по пазу упадет. Они приходят, там что-то тащат, и там все равно. А им что? И чем больше он грешит, то он может грешит, то есть его мучает, он вещи какие-то покупает, может быть, хочет задобрить Бога. Так уж хорошо. Вот он и молчит, а может он и сам будет лететь, он живет, он за грехи сречает. Он же никого не убил, не украл. Одну, грехи не удалось. Есть такая категория. А другое дело, что в обществе это норма, а это, конечно, полностью вина в церкви и в священном начале. Я не знаю, есть ли вот, вопрос-то был задан, есть ли среди нас прихожане, у которых батюшка в проповеди бы, молодежи обращался, что ай-яй-яй до брака, там, если кто-то не знаю, я вот это. Молчок, нет такого, никто ничего не говорят. Я не знаю, в наше общение у нас вот такое даже не говорится. Я думаю, говорят. Говорят и... Он не может не говорить, это Сергей Минский. Потому что... Нет, он в храм ходит. Ты говоришь, я думаю, говорят. Вот тут не надо, думаю или не думаю. Ты в храм ходишь, слышал-то от священника или нет? Да, 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 да. На проповеди говорит батюшка о том, что эти гражданские браки, что это не браки. Но в воскресной школе, этим подросткам, когда воскресная школа проходит, подросткам наставление идёт. Да, конечно, это как естественно. Говорят, в нашем приходе говорят. В воскресной школе говорят, вот подросткам, детям воскресным, там, малым этим. И говорят, а так наставление идёт, батюшки. Наставление идёт и в семье, и так вот. Ну, видишь, делают, не слушают, не боятся. Ну, спасибо. Ещё вопросы? Так, идём дальше. Откровение, 10 глава, 1 стих. И видел я другого ангела, сильного, стоящего с неба, обречённого облаком. Над головой его была радуна, и лицо его как столбце, и ноги его как столбцы, помнятые. Столкование. Здесь Иоанн видит другого ангела, ранее ему ещё не являвшегося. Это один из высших ангелов Божьих, посланников Всевышнего. Определить же точнее, какой именно это ангел, представляется трудно. Этот ангел показан другим или новым и сильным. Ангел является, исходящим с неба, как посланник Бога Небесного, возвещающий Земле волю и определение небес. Не надо думать, что Иоанн теперь уже на земле, потому что видит, исходящего с неба, ангела. Восхищенному на небу духу Иоанна, рано открывались картины и неба, и земли, и преисходных мест. И вот взору тайновидца является вид ангела, обречённого облаком для обнаружения большей лавы и величия. Над головой его была радуга. Но эта радуга была не смарагновая, как вокруг престола сидящего, а обычная, семицветная. Лицо ангела, как солнце, поэтому можно и представить себе здесь радугу, как преломление света ангельского лика в окружающем его области. Радуга – признак божественного милосердия и окончания суда. Так этот ангел является вестником кончины мира, близости грядущего суда, а по его окончании – излияние божественного милосердия на праведность и гнева на нечестивую, что особенно показывают многие его как столпы огненные. Так что мысль от божественного милосердия радуга переводится к мысли о воздаянии, об огне спрашиваем суда и гены, ноги, как столпы огненные. Откровение 10.2 «В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую – на землю». Толкование. «Рассмотрев внешний вид ангела, и видел я». Иоанн видит теперь, что в руке у него была книжка раскрытая. Андрей Кисовицкий говорит, что книжка, как небольшая и очень мелко написанная, содержит, возможно, имена и даже нечестивых, бессилтствующих на земле и море. Делить содержание книжки трудно, но нельзя его считать полностью неизменно. Таинственная книга «Семью печати не раскрыта» 5 глав 1 стихи. И вот теперь в этой книжке содержится еще то, что осталось нераскрытым после снятия «Семью печати». Указание Иоанну после того, как он сделал эту книжку, снова пророчествовать стих 11, и говорит о том, что дальнейшие главы стих 11 являются собой содержание этой книги. Была большая запечатанная книга 5.1, а теперь уже только маленькая книжка. Это подобно тому, как календарь в начале года толстый, но вот идет время, отрываются листучки, и в конце года уже суменький календарик. Споро конец. Ангел является как громадный колос, поставляющий одну ногу на море, другую на существо. Он все покоряет наступающему служу Богу. Ничто и никто не укоряется от огня божественного суда. Иносказательно море означает все племена и народы из язычников. А земля – израильский народ, и всех покоряет ангел. Вопросы. Идем дальше. Авторения, 10 глава, 3 стих. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своим. Столкование. Это подобно. В Пророколосии сказано, «Как лев он даст глаз свой, даст глаз свой, и прикинутся к нему сыны с запада, и прикинутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуба». Книга Пророколосия, 11 глава, 10 стих. «Этот возглас ангела послушать как бы сигналом к суду и к дальнейшему раскрытию пророческих явлений. Лев начал рыкать, что не содрогнется. Господь Бог сказал, что не будет пророчества». Книга Пророколосия, 3 глава, 8 стих. «Как бы семикратным эхом отозвался возглас этого ангела во вселенной. Эти семь громов можно представить, и как совокупность громов, с которыми как бы отозвались на возглас ангела и семь небес, существующие по еврейскому верованию. Это и семь известных из псалма 28-го божественных властей». Семь громов нельзя себе представить, как обыкновенный рассказ грома, не имеющий ничего общего, членораздельной речи. Громы проговорили. Это была речь, которую Иоанн понял, ибо хотел записать, что они сказали. «Но речь голосов была подобна небесным громам. Этим указывается, что страшно будет наказание. Если же кроткий ангел вызвал болезнь пророка Даниила, то каковы действия этого ангела?» «Под семью громами можно разуметь и без семь голосов этого самого угрожающего ангела, или, более вероятно, это тут семь голосов других ангелов, которые предвозвещают облучшение. Этот ангел воскликнул, а семь них громогласно вскорят и нет. Во всем этом блаженный Дионисий видит небесную иерархию, подчиненность одних ангелов других. На небе все происходит по божественному ищению». Вопрос. Час прошел, можно теперь задавать вопросы «Любови, не в подписании?» «Пожалуйста, ну а что-то на кого-то вопросы задавайте». «Микрофон?» «А, можно?» «Василий, можно задать?» «Да, я сказал, можно, задавайте». «Ага». «Я вот хотел узнать, вот сколько раз, вот по библине, что-то не могу понять, сколько раз Иисус выгонял торговцев из храма?» «Два раза. Два раза. Первый раз говорит еще более-менее, говорит, дом торговли, а второй раз говорит, да все про сбойников. Два, только два раза». «Понял, понял, хорошо, спасибо, Иисусу». «В одном случае Матфея говорит, а в другом Иоанн». Можно вопрос, Сергей Минск? Значит, книга «Языкиль», 28 глава, в 8 стихе, там обращение к теме идет, и там есть такое, что, фраза, «Низведу тебя в могилу, и умрешь в сердце морей». Это, ну, может быть так, «смерть убитых». «Сердце морей» это как глубина моря, что имело в виду вот это слово, «сердце морей». Может, и не принимались. Спасибо. Я не знаю. Ни натихо не знаете, что такое сердце морей. Надо знать, где написано. Вот мы просчитали, где. Поэтому где-то три места. Исайя, пророк, 14 глава, Иезекииля, 28, откровение, 12. Они говорят об одном и том же. То есть речь идет о дьяволе. Это означает бездна, куда он будет отправлен. Другого нет толкования. Все. Ну, благодарю. Слава Христу. Здравствуйте. 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 Пожалуйста, у меня мысль нет, оно у меня беспокояльно в сердце. Вот. Ну, я взяла благословение с священника, читал о нем Акафиске недавно. Это уже в третий год, потом я умерли. Ну, я в полтырь читала, и читаю это. Могу ли я вычитать Акафиске? У вас там священники есть? Есть. Вот вы у них спрашиваете. Я мертвыми не занимаюсь. Я знаю, что если умер без покаяния, за гробом покаяния нет. А без покаяния нет прощения. А без прощения не видать светлого места. Щетко и определено. Все остальное выдумки человеческие. Пускай священники вами занимаются, чтобы даже вопрос такой не задавали. В домашней молитве, если вы молитесь, осуждения нет. Но в церкви молиться не будут. Ну, теперь будут. Вот вы говорили здесь гражданский брак и прочее. Говорить надо. Это речь идет вот о чем. Что если они оба были комсомольцы, неверующие, а потом один обратился, только об этом речь идет. А не так, чтобы верующие вышли за неверующие. Это сразу отключается от церкви. Нет такого. Это речь идет о том, оба были неверующие, но один обратился. Только об этом говорится. Гражданский брак, гражданский разврат. Не надо слова подменять. Законные муж и жена. Если он желает жить, то она может и причащаться, и все как положено. Если обратился один, еще раз повторяю, а не так, что верующий, а взял неверующий. Это их отключает сразу. Но интересная практика. Вот когда бывает верующая, выйдет за неверующего. Неверующий бывает обращается к Богу, а этот уже не возвращается. Тот ничего не знал. Ну, понравилась девушка, а что она верующая, то он может и не знал даже. А она совершенно засыхает, а он обращается к Богу. Неоднократно слышал такое. Это как раз и говорит о том, что его вина меньше, чем ее. Почему Писание говорит все? Потому что батюшка благословил читать в Толпирь по нераскаянному человеку, да? Нет, Акафис. Акафис. Вот я купила книжку Владимира Головина, который ведет сейчас в Долгаре, да уже давно ведет. Акафис почитает, там по соглашению. Вот. И я рассказала об этом, что могу ли я, говорю, можно мне молиться. Он меня благословил. Я могу. Почему вы такое задаете? Вам что, прояснилось, что вы неправильно делаете? Сомнения такое? У вас он не показал. У нас сомнения такие, да, как бы вот, ну... Вы хотите перестать читать о Капице, потому что поверили в Слову Божию, что за гробом нет покаяния, и... И почему вы спрашиваете? Боится грешить. Боится грешить, поверили за человека, который попал в ад, а вы его своими акафисами хотите пропихнуть в рай. В этом ваш грех. Ну, наверное, не знаю, да. Ну, конечно, ну, как бы, вы знаете, что человек умер без покаяния. Вы хотите вот Богу дать взятку ему и пути грешника в рай. Я знаю, что он умер без покаяния, что он жил в обреках. Но я хочу, чтобы ты его в рай пустил. Ну, это моя воля. Начинайте читать акафиски, который батюшка благословился. И совесть вам подскажет, что вы неправильно делаете. Так я вас понял? Ну, я там не знаю. Я тоже тогда ничего не знаю. Вот вы сказали по согласию там, у них согласны. Мертвого-то согласия нету здесь. С кем согласия-то? С гробовой крышкой? Правильно, что по согласию? Они договорятся, давайте молиться. Вот Марина просит ее, там, Коля, и мы молимся все время, кто у нас был в лагере. Нам многие-многие звонят, и мы сразу становимся на молитву. Вот мы поминаем ее, Людмила, больная, и мы ее сейчас молимся все время, и днем, и ночью вспоминаем. А уж как Богу угодно. Мы по согласию. А кого согласие, когда он умер-то? Нет согласия его. Это обман. У вас живые, живые-то еще есть кто-то, родственники? Так он, есть родственники, дочь, неверующие. Есть неверующие? Ну, я одна. Ну, вот мы молитесь, чтобы Господь их обратил к Богу. А если он неверующий, для него и здоровья простить не надо. Зачем ему? Он сейчас болеет, только пол-литра выпивает, а здоровый он две литры выпьет. Ему здоровья-то не надо неверующим. Зачем? Болезнь, он обращается к Богу. Написано, страдающий плотью перестает грешить. О чем попало молиться? Там молиться даже не знают. Господь осудил такие молитвы. Не о том, чтобы молились. Не о том. Если он сам не молится, никакой роли тут не играет. Главное, чтобы обратился. Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. Верующий в Сына Божий не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А со словами Христа вот начинают там Акафисты, там прочее всякое, не сходится. А кто другому учит, анафию моему, кто бы он ни был, хоть епископ, хоть патриарх. Галатам, 1 глава, 8-9 стих. У нас там же такое рассказывали, что Малитий Маслович одна на Редакторе. Так, все, мы вам ответили. Дальше поступайте, как хотите. Это повтор пошел. Вопросы еще давайте по делу. Игнатий Тихонович, Сергей Минск хотел к вам задать вопрос и другим участникам тоже. Как вы относитесь к этому новому закону по иностранному СМИ, вот регистрации иностранного СМИ? Как-то это может отрицательно влиять на миссионерскую деятельность, на благовествование, что-то, как вот, ну, ваше отношение к этому. Итак, до конца договорите, что за СМИ и какое право, зачем им сюда... Иностранные агенты, которые вот как вот вот этот новый закон приняли о иностранных агентах. Ну, если вот иностранные СМИ зарегистрируются здесь, ну, в России у вас, и он уже идет как иностранный агент, то если это... это же ко всем относится, я понимаю, иностранным вот этим... Как к этому относитесь? Как... Сергей, никак не отношусь, это нас не касается, это за пределами церкви. Они печатают, посылают книги, в интернет заходят, дети все показывают сегодня, все. придут мусульмане, они все это вырежут. Вот Андрей Ткачев, когда об этом написал очень хорошую статью, они живут пока рядом, вот как пастухи, пришли в Египет, к Иосифу, родственники-то, а потом стали уже рабочими, строителями, а потом вышли в пустыню, ну, у них был закон божий-то, а у сегодняшней людей ничего нету, и эти мусульмане приходят, у них есть закон, и они научат беречь женщин, они научат нас. Пока, говорят, живут они рядом, но придет время, когда они нас спрашивать не будут, выбросят из наших домов, потому что мы незаслуженно живем. Вот тогда люди взахаются, они в один день могут взорвать любую страну, а у нас пять мужиков рядом не соберешь. Не Мюллер, как говорит, кого арестовали, я молчал, я не коммунист. Профсоюзных деятелей, для активистов стали брать. Я промолчал, я не активист. Стали католиков брать, я не католик. Пришли, когда брать меня, говорит, евреев забрали, а остался я один. Никто за меня уже не заступился. Вот и весь ответ. Это вошло в историю. Там они СМИ решают, где-то, это никакой роли не играет. Выступает Жириновский. Как далеко от школы можно сделать пивной ларек, вино продавать, а то против пьянцев борются, не продавать до 16 лет. Да кто спрашивает, он любой бабке сунул деньги, она подала, взяла и пошла, и тут за углом отдала ему. Вот в магазине, в каком углу надо подальше, как будто не найдут пьяницы. Да они за 100 верст учуют. Но игра. Мусульманин всего ни одной нету. А если торгуют где-то, сразу в этот день все погибли, всех зарезали. 1300 лет и ни одного пьяного. Что тут говорит-то? Мы ни Бога не знаем, ни законы человеческие, никого не бережут. У них, говорит, как? Родилась девочка, у нее охранники. Родители. Нигде одну не отпустят. Ей все время говорят, если ты потеряешь девственность до замужества, ты погибла, тебя сразу убьют. Отец, мать, братья, тетки, дяди, все о ней заботятся. А у нас, говорит, в России никто о ней не заботится. И она ходит, заборы обтирают. Уже 14 лет девственницу не найдешь. Мы совершенно никакие. Мы, говорит, еще только в путь идем, мы уже сдались в плен. У них главное угодить Аллаху. Он готовится умереть, он смело идет умирать. И убивает другого. А русским предложи это сейчас. Под страхом наказания в войну было. А он один, мусульманин, и взять в плен не могут. Нет, берут только трупы. Потому что для него смерть это сладость. Его так научили. Мальчик учится в первом классе. Учительница спрашивает, кем хочешь быть? На кого похожи? На брата. А кто он был? Шахид. Он взорвал себя, этих неверных 70 человек погубил. Герой. Я тоже таким буду. У нас же никакие они, никто. Я не говорю про истинных христиан. Истинные христиане это воины Иисуса. Они сдерживают пока натиск врага. Как об этом Кирпиан Капаргенский говорил. И не один он. Мы более всего, там Тацит говорил об этом, более всего помогаем, чтобы был мир на земле. Тем, что мы не участвуем ни в чем. Нам это не надо. Мы дети Божьи. Мы верим, что все от Бога. Я вот был где, у меня защиты никакой нет. Я один. И никто пальцем не тронул. При мне убивают людей. Красный уголок, до уровня головы кровью залито было. Еще до нас было в зоне, в зоне. Я отбывал срок-то. У меня сразу подходит, который начальник говорит, «Да пока идите там, журналы посчитайте, посидите, чтобы я и не видел». Вот Бог защиту дал. А кто? КГБ. КГБ. От ФСБ. Они там сделали какую-то надпись, чтобы меня не трогали. А я его знал только, когда выходил. Вот тебе организация. Я был в Америке, спросили, как вам помешало КГБ в вашей деятельности. Я говорю, наоборот, они мне сделали известно, вы меня пригласили в Америку, в Канаду. Никак. У меня очень хорошее отношение с Пасхой, Рождество звоним друг к другу. Приезжал, кто курировал, полковник у меня книги покупал. Это Бог так делает. Когда в пути человек угодный Богу, Соломон говорит, то он и врагов его примеряет с ним. А там какие-то СМИ, зарубежные. Раньше, если через глушитель голос свободы, голос Америки слышали, а сегодня-то в Корее северной у кого телефон есть или слушают зарубежную передачу, сразу смерть. Сразу расстреляют. У нас этого закона нет. Слушай, смотри. Ни интернета, ничего у них нет. А тут, что хочешь, смотри. Фильмы любые, какие хочешь. Так что, какие СМИ, зачем регистрироваться? В этом нужды никакой нет. Вот у меня форум, не форум, а видеоканал. Он во втором году, в 12-м году был, зарегистрирован 27 декабря. Ну, считай, 5 лет. У нас 8700 роликов наших. 8700! Посещаемость там 9 миллионов, ну, еще с чем-то миллионов. Там мало. Но система нас отнесла уже к средствам массовой информации. Я сразу давай смотреть, какие законы, чтобы не нарушить. Я не просто частник, а средства массовой информации. Но к нам претензий никогда не было. Божественное все. За правителей молимся. Сами на закон не нарушаем. Мне хоть и не будет ни Конституции, ничего, я как жил, так и буду жить. Закон написан, говорит, не для праведников, а для грешников, чтобы вовремя их ухватить и посадить. Вот все. Благодарю, большое спасибо. Слава Иисусу. И, Тихонович, я вот посмотрел, вы очень хорошо в одном из видео рассказали о монашествующих и о мощах вот этих, о этом культе мертвого. Посоветую посмотреть у вас на канале, там, где вот сестра задавала вопрос. Очень хорошо вы там раскладываете. А вы, Сергей, слышали, что Андрей Кураев обо мне сказал про мощи? Да, не только про это. Я и слушал тоже как-то потом ваш диалог, знаете, с кем? С Александром Менем. Аудиозапись. Ну вот. Тоже очень интересно. Благослови вас Господь. Мы с ним сбеседовали, с Александром Менем записано, а потом я вел три радиопрограммы и все прокрутил. Так мне звонили, это такой человек, а вы с ним спорите. Я говорю, я могу спорить, я не мертвого льва пинаю, а вы не можете. Я ему живому говорю, запись там, он сидит за столом, весело разговаривает. Я не лебезил перед ним. Вы сами знаете. Если человек верующий, он никого не боится. Какие угрозы? Когда я мертвый для мира и мир для меня умер, как Павел говорит. Чем ты хочешь испугать? Внутри-то страх-то остается, но он нигде не проявляется, никак. Меня вот судили, когда я вернулся, я говорю, ну и как суд-то был? А суд-то переполненный. Меня вводили в зал 12 военнослужащих, краснопогонников, не милиция, политозаключенный. Это казалось вообще ничего. Все прошло, как будто молва быстротечная. Как будто ничего этого и не было. Просто открыли дверь, более известным сделали. Нельзя проникнуть к военным. А я теперь в тюрьме, 17 лет сотрудничал. Каждый месяц весь офицерский состав, я перед ними выступаю и говорю, Евангелие по камерам иду, к смертникам. Высказать нельзя, как Бог открыл двери. Это Бог делает. А вначале, когда арестовали, везли мимо елки 8 января, 9 января, конечно, печально на душе. У меня такая была работа, и вдруг все остановилось. А Бог знает, тот этап конченый, теперь идем по-другому. Вот в прошлом году, 16-м, вы знаете, как Роспотребнадзор нас душил. Я сразу же вынес, вот они приехали в 10 вечера, дети бежали у нас из лагеря Стана, он 45 лет без помощи государства, а на утро уже я собрал всех деревней и вынесли решение, зафиксировали, документировали, лагерь закрыт, обслуга распускается домой, но мы сразу покупаем, дома находим в деревне, и тут будут теперь дети, но уже приглашать кто-то в гости, слово, лагерь исчезло, они нам лучше сделали, мы за Роспотребнадзор стали более усиленно молиться, почему, мы сразу молились, у нас врагов нету, Роспотребнадзор подает в суд, у них требования, миллион полтора, это минимум, и штрафовали, и выплачивали, у меня они ни рубля не взяли, суд отказал им, вот Бог сделал как, населенно, за них суды, прокуратура, все органы за них, и они ничего не могли сделать, почему, Бог, когда Распутин Григорий Ефимович в город поехал, а ему сказали, а там такое, ты развратишься, он говорит, а Бог, вот это, а Бог-то, он сохранил, это Бог, вот так, благодарю, слава Христу, Игнатий Тихонович, это роман беспокоит, да, я вижу, Игнатий Тихонович, вопрос такой, вот, Данил Сысоев, как-то давным-давно, ну, при жизни, естественно, ну, я читал это уже после его смерти, говорил, что, театры, вот, на Руси, и сейчас, вот в Сербии, я узнал, называются позорище, и театральные люди, то есть, вот, актеры, назывались позоричные люди, ну, я не знаю, как это по-сербски, может, переводится там, как-то, более благочестиво, а по-русски, конечно, позорище, это плохое слово, вот, я увидел вас, вы пишете, что, театр, как бы, актерское мастерство, преувеличивает, ну, как бы, у нас, в московском, патронхате, что преувеличивает, как бы, грех актеров перед первой заповедью, перед первой заповедью, вот, как вот все-таки, а, еще актеры тоже, я помню, раньше, интервью, когда у них брали, они говорят, вот, мы там, значит, каемся, когда играем, сыграем какую-нибудь, там, негодяя, злодея, и вот, потом, как-то на душе плохо, иду в церковь, там, в общем, как-то пыкаюсь, в каких-то, в общем, вот так, что-то там такое у него происходит, неважное в душе, как вот поступать по, по, во свете Библии, можно ли играть в театре, что можно играть, училище разврата называется, позора, училище разврата, если это артистка, даже девственница физиологически, и на ней женится священник, по канонам его нельзя ставить, а она приравнивается к блуднице, вот и весь ответ, а еще вот то, что вот в воскресных школах, вот, и у вас тоже ставятся сценки какие-то, это, как, это театр, не театр, да нет, это просто зримо показать, как это есть, Иоанн Златоуст говорит так, вот ты приходишь туда, а там бассейн, голая женщина купается, и ты возвращаешься на свою жену, смотреть неохота, она тут в заляпанном салопе своем ходит, а там-то ты что видел, то вот о чем речь идет, о Пресафии фильме Иисус по Евангелии от Луки, или Еремия, ну как можно сказать, что это плохо, но это молитва, фильм Моисея, Авраам, Иосиф, это фильмы, настоящие фильмы, бывают много серийные, но сейчас документальный, я его говорил, Вторая мировая война, день за днем, 96 серий, по 26 минут, я его осилил, я хотел, он весь документальный, съемки в то время вели, месяц, месяц за месяцем, и по всем странам мира, где была война, и как, и что, и почему, но до конца не договаривают, они не знают, и кто говорит, они верующие, православные крестятся, диктор, я первый раз это вижу, я искал, и мне Бог показал, и сейчас смотрят уже и в Америке, я его как рекламу дал, артист, артисту разница, нельзя так это, по шаблону смотреть, вот фильм Иисус, сейчас я могу, не точно сказать, но его посмотрели, в первое же время, там, где чуть ли не полмиллиарда людей посмотрели, точно цитируется, по Евангелию, по Библии, и какие артисты были, там и Ульянов был, Михаилы, которые дублировали, даже не верится, что фильм не русский, американский, кто не знает, просто Иисус зарядите, фильм Иисус, кто не смотрел, посмотрите, только молишься, что благослови их Господи, сколько людей Бога нашли, уверовали, это благословенный фильм, возьмите Иеремия, показана вся история, по Библии, вот так, Роман, Агнатий Тихонович, вот тоже по поводу, вот сейчас вижу, и Сергей, у кого-то уже с собакой, и как-то тоже, вот в православии, вот в московском подрихате, очень часто говорят, вот нельзя собак дома держать, там иконы, там где иконы нельзя, как вот к этому правильно относиться? Так как в Евангелии написано, Христос говорит, и псы едят крохи, падающие со стола, значит, где собаки? Ну не на крыше же они, падающие со стола, и собаки, что дальше-то говорить? Считаем мы книгу, то вид архангела Рафаил, идет, и с ним вместе собака бежит, стоя, вот и весь ответ, ничего не надо искать, достаточно два места священного писания, да, собака нечистая животная, в храм не заводят, а кошку можно, они ничем не отличаются, откуда этот закон? Кошка в храме прямо, на хорах там ходит, а митрополит выйдет, кота своего видит и улыбнется, хороший пушистый кот, если собака взошла, храм освящать надо, а лошадь тоже нечистая, а во время пурги, где-то там в горах стоит, какой-то храм-то, разрешается лошадь завести прямо в храм, почему? Акт человеколюбия, ну нельзя так трафаретно смотреть, нельзя, нельзя, не все обговорено, надо по обстоятельствам смотреть, нельзя, определенная щетка, каноны есть у нас, мы православные, поэтому нам никак нельзя раздвоенно мыслить, определенная щетка, вот, ко мне приходит пятидесятник, знакомый, у нас проповедник впал в блуд, что делать? я говорю, за хвост да в яму, как, никак, он потерял право проповедовать за кафедрой, но он так хорошо говорил, зачем ты ко мне тогда пришел, в Америке такой же, это протестанты, и вот, и он в телевизоре плакал, говорит, мне американцы рассказывают, Орлов, он митрополит теперь, и говорит, и народ стал писать там, или сообщать, и его опять приняли, я говорю, если такое случилось, если он священнослужитель, сан теряет навсегда, ну вы еретики, у вас нет священников-то, им это неприятно слышать, когда я говорю, но, надо его отлучить, закон гласит определенно, 6-7 лет, ууу, как много, ну а как хотели, да недели две, это как поп, сделай, аборт сделал, 40 поклонов, ну, неделю там, по 40 поклонов, сделаю аборт, правило 2 Василия Великого, 10 лет отлучен от церкви, от причастия, все, зачем мудрить-то, когда мы православные, это не надо тогда называться православным, как говорит Антоний Сужежский, Блюм, то христианство, которое мы знаем, проповедуем, оно страшно разница от того, как мы живем, но рано или поздно нам надо начать осознавать это, начать надо, и вернуться к первой истоку, говорят, нельзя то другое, мы в нашей общине, ты был, видел, видел, А что именно? Ну что именно? Торговли нету, ты в храме был? Нет, не попал, ну да, вот, нет этого у нас, что есть, а как у вас, выводят, нет, если женщина в брюках, я отвечаю, не выводим, а почему? Да мы их туда не впускаем, и выводить некого, даже в деревне она приехала, в машине вылазить, она не должна вылазить, ей юбку вынесут, оденут, и тогда выйдет, ну маленько-то надо работать, нельзя же так, распустили вожжи-то, все, вопрос решен, дальше, Добрый вечер, А вот Макарий Египетский шел по пустыне, жилец египетских богов, там, в челюсть, когда ты молишься, нам, говорит, облегчение не бывает, да, в плохом месте-то. Надежда, я не совсем понял, еще раз, кто, монах шел по пустыне, и что? Ну, Макарий Египетский есть такая книжечка, Макарий Египетский-то, но? Он череп, череп египетского жилеца, он говорит, когда ты молишься, Макарий, нам, говорит, бывает какой-то, говорит, свет какой-то на это время, когда ты молишься, а нас-то в воду-то, нам, в плохом месте, нам, говорит, бывает свет на это время. А если у нас тут есть, говорит, другие-то эти, которые отступили христиане, такая книжечка есть. Понимаешь, есть каноны, вот это, некрофилы, вот это все за гробным миром, который, это отлучает от церкви. Он, Макарий, сказал, да было ли такое? И какое облегчение? Мы из ада вышел? Нет, конечно. Мы даже ему верить, или злой дух ему подошел, а они очень часто обольщены были, эти монахи, очень часто. То не возносите, как Семен Столбник, то уже ногу занес, и вдруг треск грома, ничего нету, только дым пошел. И теперь ногу, которую занес, он на ней стоял, и червями изъеденная была. Он сказал ему лучше, анекдоты. Не верь этому. Языческому какому-то жрецу стало легче. Ни Христа нет, ни покаяния, ничего. Зачем нам это нужно? Иоанн Златоуст четко ответил. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. В Библии об этом нету. Вот вызывал андорскую ведьму Саул-то, а на следующий день уже самоубийством закончил царь. Это не надо нам. Это вызыватели умерших называется. А чтобы череп тронул, никто не вызывал, и он заговорил, ну, басни просто. Еще. Давайте, помолимся, а потом... Песня. 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 Аминь. Если кто согласен с молитвой, всегда говорите аминь. Аминь. Да. Ну вот, мы можем еще какие вопросы есть тут? Аминь. И, знаете, Минск, Беларусь. Можно? Давай. Вот такое дело по поводу икон, которые источают миро. Это явление, Господнее явление? Или же что тут такое? То есть протестанты, они эти говорят, что у вас иконы, а наша страна говорит, нас мироточит иконы. Это явление, божественное явление? Как к нему относиться? Я отвечаю. Вопрос понял. Все. Больше не надо. Я, если сейчас бы кто-то подошел у меня, то у меня тут настроено все, чтобы аппаратура работала. Я скажу, что в комсомольской правде была статья. В патриархии... Ну, давай, возьми. Так, минутку. Я сейчас вам дословно прочитаю, какая была статья. И тогда этот вопрос отпадает, чтобы на меня, ну, не катили зря эти пустые бочки-то. Сейчас. Буквально быстро я открою сейчас слово экономцев. Я плохо вижу. Посмотри, где буква Э. Вот. Нашел. Слушай внимательно. Комсомольская правда. Хорошо слышите? Алло. Да, 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 да. Девятнадцатого марта две тысячи третьего года. Запиши. Девятнадцатого марта две тысячи третьего года. Страница восемнадцатая и девятнадцатая. Записал? Комсомольская правда. Заголовок. Почему мир отощат иконы? Бог или дьявол подает знаки? Ну, дальше. Создана комиссия в 1999 году по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки. Соп-председатели комиссии Архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского православного университета и Павел Флоренский, профессор геологии Московской геолого-разведочной академии. И вот как они отвечают на вопросы корреспондента. Кавычки открыты. Хорошо слышите? Да, хорошо. Не сочтите за грубость. Но наш народ стал слишком тупым. И Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя возможно другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Возможно в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками, а мы ломаем голову над тем, что это происходит. Вот весь ответ. Я называю это дьяволиада на земле русской. У нас у одной сестры, она звонит, икона замироточила. Я говорю, ты уверена? Давай ставь. Так, сейчас же бери ее, она не знает что с ней делать. Я говорю, делать очень просто. Ее возьми и в ближайший храм отнеси. И весь ответ. Слышно? Да, да. Ну вот какой ответ, это не мой ответ. Архимандрит, это Московская патриархия, специальная комиссия. Зарубежная церковь имела одну иверскую мироточила и там муньоз с ней везде раздержал, пока его не убили и икону украли. Все. А теперь у нас мироточит икона, значит у нас истина. У патриархии у этой нету. А теперь в одном Иваново только там тысяч 30 уже зафиксировали. Едут в сумочке обыкновенные иконы, к дому еще не подошли, они в сумке начинают мироточить.